здравствуйте уважаемые зрители здравствуйте владыка здравствуйте пост это время строгих ограничений они касаются не только еды вот говорят что во время поста главное не есть друг друга то есть не ругаться не гневаться друг на друга так ли это я бы сразу небольшую коррективу после это время самоограничений это очень важно то есть каждый человек решает вот принимает у на эти ограничения не принимает масса людей вокруг нас не постится и не задумывается даже о том что идет великий пост это первое второе вот это вот выражение она когда-то когда было сказано может быть вполне уместно каком-то каким-то людям или какому-то человеку в определенной ситуации да понятно что если человек постится внешне но при этом остается таким же злым раздражительным завистливым может накричать нагрубить обидеть человека конечно пусть никакого значения иметь не будет и когда кто-то в сердцах сказал ты лучше ты лучше ешь чего только людей не ешь понятно какому-то отдельному человеку в конкретной ситуации это может быть и вполне такое доброе правильное пожелание но эту фразу так часто стали использовать люди да люди которые не хотят поститься но тоже не хотят себя читать православными христианами да и поэтому она приобрела некая такой практик как перевертыш такой приобрела противоположный смысл да типа ну не важно но постичь и не постичь и главное быть хорошим человеком это уже не церковное христианство это так просто за все хорошее как что называется поэтому мы к этим словам относимся сдержанно повторюсь они могут быть сказаны какому-то человеку потому что конечно же смысл поста отнюдь не в ограничениях в пище в развлечениях там смотрение телевизора в прочих вещах нет пост это прежде всего работа над собой а все ограничения это некие вспомогательные такие вот костыли которые помогают человеку над собой работать но вот есть поговорка хорошая сытая брюхо к учению глухо к молитве но тоже глухо и вообще к добрым делам тоже глухо мы знаем что сытый голодного не разумеет но и так далее вот такие народные поговорки они очень недалеки от христианства и они говорят о том что по ним можно понять почему церковь устанавливает время воздержания время поста именно для для меня для того чтобы человек имел большую такую способность работать над своим внутренним миром только и всего это самое главное а работа над внутренним миром заключается в том что человек должен бороться со своими страстями грехами немощами падениями и обязательно исторгая из сердца какие-то грехи обязательно стараться насадить туда добродетели то есть если человек завистлив ну по жизни вот он ходит вот и смотрит на люди ему завидно становится вот этого есть у меня нету вот это купила я не могу вот и так далее это постоянно и такое вот бывает вот нам не только научить себя усилием воли или молитвой или тем и другим вместе не завидовать но надо еще научить гораздо более сложному делу радоваться радости другого человека это вообще это запредельно сложно вот если кто-то попробует вот так вот себя вот после в себя смотреться вглубь и начать себя вот этому учить это крайне сложно очень трудно и очень нелегко дается но если человек допустим огрызается там обижает всех вот надо научиться никого не обижать и самому не обижаться вот тебя обозвали а ты благодушевствуешь да вот это уже будет результат поста это гораздо важнее чем там ты сбросишь там 10 килограмм или наоборот наберешь на макаронах и картошке еще больше вот поэтому поэтому конечно же вот в на внутренняя работа человека над собой это самое главное во время поста вот и безусловно есть никого живых людей ни в коем случае не надо какие все-таки ограничения действуют во время поста можно так перечислить ограничение ну мы уже говорили о том что это ограничение в пище исключается пища животного происхождения а допустим если человек не может по состоянию здоровья полностью или полностью ее исключить но есть такое такое обычае исключайте то что вам больше всего хочется вот я допустим знаю человек который варенье не ест великим постом куда и очень любит да или там еще сладости какие-то да ну то есть вот обязательно принцип утеснить самого себя мы же как живем мы привыкли удовлетворять свои потребности вот как только не возникли вот захотелось протяну руку да сейчас так можно так многие так получается жить вот захотелось пошел за а вот заставив себя воздержаться вот ну и конечно же как я сказал это работа над собой это самое главное вот великим постом это воздержание от пищи это воздержание от с каких-то злых дел от зависти ненависти гнева памятозлобия это воздержание от развлечений в том числе так сказать каких застолий каких-то может быть игр все если человек их любит так что ими занимается там с большую часть свободного времени ну и так далее есть такое поверье что будут прощены грехи тем кто поститься ну нет конечно же это поверье именно поверье вы знаете вот есть такой рассказ в древнем патерике к одному монаху пришел дьявол или старик вот что такое вот почему вот чего вот у тебя есть того чего у меня нету ты постишься я вообще не ем ты молишься по ночам а я вообще не сплю что такое вот почему то вот ты вот так и и я а монахом сказал у тебя нет смирения да сказал сказал дьявол этого у меня нет и не может быть и исчез поэтому вот поститься просто вот и думать что ради из-за этого что-то случится со мной хорошее меня грехи просятся нет конечно грехи надо грехах надо каяться их надо заглаживать своей жизнью вот с ними надо беспощадно бороться а пост повторюсь лишь только некая такая поддержка человека в его внутреннем делании спасибо владыка пожалуйста до свидания до свидания уважаемые зрители у православных христиан начался великий пост спаса вознесенском кафедральном соборе ульяновска как и во всех храмах совершаются особые богослужения продолжительные и строгие во время службы больше читают чем поют совершают земные поклоны цвет облачение священнослужителей черный изменения происходят и в режиме питания православных верующих в трапезной собора готовят простую постную пищу поскольку в течение 40 дней православные христиане воздерживаются от скоромной пищи и увеселительных мероприятий из рациона исключаются такие продукты как мясо яйца молочные продукты различные сладости их место занимают каши фрукты и овощи различные разносолы бобовые и грибы в отдельных случаях по благословению священника допускается послабление по состоянию здоровья постящегося постная пища это когда мы не кушаем животные жиры то есть мы исключаем мясо молочную продукцию яйца сыра масло сливочное работаем только на растительном овощи фрукты постная пища тоже вкусная используем специи всевозможные отварные овощные бульоны все это очень вкусно выпечка выпечка тоже может быть вкусной сладкая выпечка пирожки с капустой всеми любимые всем нравится все сыты все довольны с молитвой готовим поэтому все получается вкусно всем все нравится ограничения в еде не являются самоцелью иначе пост превратился бы в обыкновенную диету они служат тому чтобы направить мысли человека в правильное русло чтобы стало легче обращаться к молитве великий пост это центральный и самый строгий пост у православных христиан в 2024 году он начинается 18 марта и заканчивается 4 мая в основе великого поста содержатся воспоминания о 40 дневном посте спасителя в пустыне а заключительная страстная седмица установлена в память о последних днях земной жизни страданиях и смерти иисуса христа цель великого поста подготовка верующего к празднованию светлой пасхи великий пост для христиан это семь недель напряженного духовного труда в каждое воскресенье великого поста верующие вспоминают какое-либо важное событие в жизни церкви или святого человека чей подвиг церковь почитает как особо значимый для всех христиан очень важно хотя бы один или два раза попытаться прийти на великопостные службы в будние дни посетить литургию прежде священных даров которые совершаются в среду и пятницу во время великого поста посетить чтение великого покаянного канона Андрея Критского в первые четыре дня великого поста по вечерам также важно и полезно побывать на богослужении вечером в среду на пятой седмице на пятой неделе великого поста когда канон преподобного Андрея Критского читается целиком а еще читается житие Марии Египетской в субботы великого поста вторую третью четвертую совершается поминовение усопших в пятницу на первой седмице поста освещается колева воспоминания святого мученика феодора тирана и раздается она в субботу призываю всех православных христиан внимательно отнестись к богослужебному календарю великого поста и постараться не пропустить эти важные службы о делах великого поста очень точно сказал блаженный августин каждый в земной жизни должен творить милостыню воздыхать о грехах и проливать слезы но если в этом нам часто мешают прелести мира то по крайней мере в дни поста исполним сердца наши сладости с окона божия таким образом главное чему нужно уделять время и силы в пост это молитва покаяние и добрые дела все это позволяет верующему человеку должным образом подготовиться к празднику пасхи встреча с воскрешенным спасителем рода человеческого господом иисусом христом Сергей Николаев, Юрий Конихин Симбирская метрополия Грехов, Юрий Конихин Грехов, Юрий Конихин